ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я сейчас иду от метро. Вот дошла до Исаакия. Утречком такой утренний Исаакий. Это, я поняла, Александровский сад. И вот сейчас мне нужно по той улочке пойти, дойти до арки. Это арка как раз на Галерную улицу. Где мой отель. Смотрите, как красиво. Отель. Резиденция Дашковой. Вот такой здесь дворик. Мои любимые герани, пеларбония. Вот здесь, в скверике. Где памятник Михаилу Ивановичу Глинке. Пришла позавтракать в кафе на улице Римского Корсакова. Вот меня посадили в такую отдельную комнату. Здесь, видимо, родители с детьми приходят. Видите? Вот такая прямая спушка. В палате. Цветная лестница. Игрушек. Ну, пока детей нет, здесь буду завтракать. И я мне принесу чай. Сейчас буду его пить. Мой утренний капучино. С таким вот рисунком. Сырнички со сметанкой. Тепленькие. Короче, все свеженькое. Яичница тоже была свежая, тепленькая. И салатик микс в разных салатиках. Ну, короче, можно сказать, что здесь правильное питание. Да. Это кафешечка. Где я завтракала? Какие десерты? Нет, мне такая девушка. Я прошла. 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 Едок Никола Богоявленскому Морскому Собору. Он мне так нравится почему-то. Я когда-то здесь была в девяностом году. Я его так запомнила. И вот сегодня тоже сюда пришла. Посмотрите, как красиво он. Лепка какая красивая. Вот какой собор. Сегодня небо такое в тучах. Дождливо, как везде. Колокольня. Глубоко-явленского морского забора. И туристы. Это вьетнамский язык. Это гости из Вьетнама. А это Крюков канал. Как раз здесь и находится собор. Проскопий. Колокольня. Красноплодский. Устала. И немножко дождик переждать. Зашла в уличное кафе. Огоньки здесь светятся красиво. Мальчишки обслуживают. Иду по Курно-Гвардейскому бульвару. Он перпендикулярен. Ой, параллелем. Моей галерной улице. Где у меня отель. Вот. Представляете, так идешь. Все зелено, зелено. Хорошо. Вот на этой улице. Мой отель. Вот там светло-зелененький такой. Где флаги развиваются. А дальше, вы там видите, арка. Вот через эту арку. Впадаешь в Александровский сад. Исаакиевская площадь там. И самый Саакий. Все короче рядом. А вот за этими домами, с другой стороны. Английская набережная. И Большая Нева. То есть в центре города. Большая Нева. Вот сегодня целый день так. То солнце, то дождь. То солнце, то дождь. Сейчас опять солнышко. Водный транспорт. Экскурсионные всякие разные суденышки. Либо с 7 по 10. Но только на категории стандарта. И так лучше не ешь, не как стало. Да. Да. Можете забрать меры через сад. Да, конечно. Можете, наверное, на улице и по-английски. Можете. Все так. Водный транспорт. Все так. Так. Водный транспорт. так вот по коридорчику и духа и вот мой номер 327 короче я лоханулась заказал третий этаж а в этом отеле третий этаж опять мансард так здесь вот у нас вешалочка здесь есть кондиционер кстати только в комнатах где мансард есть это вот для белья одежды я поняла это столик со стульями двуспальная кроватка короче это на местный номер и телевизор здесь наложили всяких штучек дрючек это наверное зубки плоскость иностранцы же привыкли что им стаканчик нужен для зубов этот вся мелко тоже короче все это входит стоимость для меня одной сколько полотенчиков и тазик и прикиньте я всего лишь минут сорок наверное номере и вот уже короче было солнце потом шел дождь там опять было солнце и сейчас опять дождь пятерый только так летают мост августина по а слева серпоста часть опора этого моста как раз и находится на этом острове между тем справа впереди мы уже можем пробоваться одним из лучших стадионов европы футбольная арена санкт-петербург арена на крестовском острове такое официальное название стоило 10 лет по плану архитектурного био кисё куракава из бюджета города было потрачено 49 миллиардов рублей но посмотрите какой красавец получился здесь выходное поле раздвижная крыша что кстати очень актуально при нашем климате за счет бюджета города санкт-петербург мы же с вами сейчас пройдем под 50-ти семиметровом свода мы в экватории Финского залива и конечно же справа волнующее зрелище на Лахтен центр появление этого нового сооружения современных зонщиков полностью перечеркнули все мифы и так называемом консерватизме жителей города на небе воиннаме башня Лахта центра самая высокая небосква в Европе высота сооружения 462 метра по 86 этажей заканчиваются внутренние отделочные работы и вскоре там открываются наверху спотровые площадки видовые рестораны помимо этого первые этажи будут отданы тут культурное пространство солнышко пробивается 33 раза уже дождь начинался 33 раза заканчивался этот остров представлял из себя весьма такую некрасивую картину Постоянно заливаемые наводнениями чахлые кустарники камыши уровень земли поднимается на полтора на два метра землю возят с потери император Александр Первый приобретает остров в казну для того чтобы разместить здесь летнюю резиденцию для своей матушки в том стоящей императрице Марии Федоровны дело в том что было ряд причин по которым она на лето уже не хотела и не могла ездить в Гатчину и Павловск увы традиции духовых оркестров почему-то уходят не понимаю но главное появляется и Елаген дворец вот так вот 35 мальчишек ленинградцев возрастом от 8 до 13 лет занимают место за партами в стенах этого здания еще идет война только прорвали блокаду а мальчишки ленинградцы уже постигают азы московской науки откроются на Химовское училище среди его выпускников 43 советских и российских адмирала кстати поступить сюда сегодня достаточно сложно конкурс 19 человек на место на первую практику мальчишки ленинградцы конечно же проходят на порту крейсера «Аврора» петра теперь солнце слепит тут дождь, то солнце слепить прям невозможно появляется лишь в 19 веке и здесь запускается ферверк играет музыка благородная металлическая конструкция ажурная до сих пор не требуется ремонт насколько совершенным был проект инженера французской компании впереди у нас дворцовый мост и сразу за ним слева мы можем полюбоваться башней адмиралтейства шпиль который устремлен в небо на высоту 57 метров а на нем символ Ленинграда и Петербурга в номер золотой кораблик я зашла сюда потому что с улицы увидела что сюда идут и я пошла и народ все прибывает прибывает для педискусства кормят сейчас покушаем ну какое оформление там рисуночки ну короче народ прям идет сейчас короче попробуем может быть здесь все так по простому а вкусно так же как в греческих тоннерах где приходят куда местные потому что это заведение оно тоже так во дворе скрыто сейчас намерзлась на экскурсии это на горячем конструкции поесть теплый санатик с печенью куриной такой красивенький милый санатик он а он она Продолжение следует...